Шамати, статья 22. Тора Лишма. Есть суд означает, что действительность видят такой, какой она предстает перед нашими глазами. То есть мы убеждаемся, что когда работаем в вере и отдаче, то растем и поднимаемся изо дня в день. Потому что каждый раз видим изменения к лучшему. И наоборот, когда мы работаем для получения и ради знания, то видим, что опускаемся день ото дня до наинизшего состояния, какое только возможно. И когда мы смотрим на эти два состояния, то видим, что есть суд и судья. Потому что если не исполняем законы истинной Торы, немедленно получаем наказание, а потому понимаем, что есть справедливый суд, то есть видим, что именно это наилучший путь, способный и достойный привести нас к истине. И поэтому называется суд справедливым. Ведь только таким путем можно прийти к намеченному совершенству. То есть понимаем знание в полном и абсолютном осознании, выше которого нет, что только верой и отдачей можно достичь цели творения. Поэтому, если учим ради достижения этой цели постичь, что есть суд и есть судья, то это называется Тора-лишма. И это является смыслом сказанного. Велико учение, ведущее к действию. На первый взгляд, надо было бы сказать, ведущее к действиям, а не к действию. Во множественном числе, а не в единственном. То есть, что сможет совершить множество действий. Но дело в том, что изучение должно привести его только к одному – к вере. А вера называется единственной заповедью, склоняющей к заслугам чаши весов суда над всем миром. Вера называется также действием, потому что всякий, совершающий что-либо, должен иметь на то причину, обязывающую совершить это действие. Согласно знанию. И это как бы общее между разумом и действием. Но если речь идет о том, что выше знания, когда знание не позволяет человеку совершить действия, а совсем наоборот, то нужно признать, что в таком действии совершенно нет разума, а только одно действие. И в этом смысл сказанного, совершивший одну заповедь, счастлив, что склонил себя и весь мир к чаще заслуг, что означает велико учение, ведущее к действию, то есть к действию без знания, называемому выше знания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok